Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов. На календаре сегодня 28 октября, четверг и конец первой учебной четверти. Многие родители первоклашек уже сделали кое-какие выводы о своих малышах и их первых успехах, ведь кто-то из них легко влился в коллектив и справляется с новыми задачами, а другие ребята столкнулись с серьезными трудностями и испытаниями. Как быть в этой ситуации родителям и их детям? Сегодня в нашем выпуске, в ближайшие 45 минут, мы затронем эту тему и пообщаемся с психологами. Итак, я рада представить вам Юлю Цыпандину и Аграфену Кондакову. Добрый день, девушки. Добрый день. Добрый день, дорогие телезрители, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, телефон у нас прежний 32006632166, а также у нас работает WhatsApp номер 8964-428-8818. Итак, Аграфена Юлия, скажите, вот сейчас очень модно записывать ребенка на различные кружки, развивашки, чуть ли не с пеленок. В год они показывают ему карточки с буквами, пытаясь научить читать. В два года разговаривают уже как с взрослым, в четыре у него уже есть свои репетиторы. Вообще это нормально или нет? С какого возраста следует заниматься с ребенком? Ну, развивающие занятия, они вообще-то полезные, да, ребенку, но зависит все от возраста. Если, допустим, два года, не стоит, конечно, ребенка читать, учить читать по карточкам, два года нужно с ним играть, да, в зависимости от того, на каком этапе развития находится ребенок. То есть мы все равно здесь, если даже развиваем, то через игровую деятельность. А вообще нужны ли детям школы раннего развития, именно раннего? Тут, наверное, все-таки речь идет об учении читать, писать. Ну, на самом-то деле, как вот специалисты отмечают, да, вот такой феномен называется аберрация. Это когда, ну, определенные зоны мозга в определенном возрасте развиваются, ну, в соответствии с возрастными особенностями. И вот в этот момент, например, четырехлетнего ребенка учить писать, то мы будем уже обкрадывать его зоны мозга, да, потому что вот в это время он должен играть, взаимодействовать со своими ровесниками, да, с родителями, там, не знаю, со специалистами, а не сидеть за партой. А как правильно подбирать методику, чтобы обучить ребенка? Ну, в целом, если мы говорим также про чтение, про счет, то это, конечно, буквы и цифры. Ну, мы все это понимаем, да, но они в жизни у ребенка должны появляться только тогда, когда, во-первых, если это буква, то когда ребенок уже начал хорошо говорить и выражает свои мысли, например, да, свободно, доступно, понятно для родителей. И самый ключевой момент, что это должно быть понятно другим, потому что родители своего ребенка очень хорошо понимают. Их абракадабру можно легко понять, да, но хорошая речь – это когда понятно другим. А цифра, она должна появляться только тогда, когда у ребенка появляется счет изначально, да, когда ребенок понимает, где много, где мало, где высоко, где низко, где длинно, где коротко, например, да, и может там пальцы свои считать, но образ цифры не появляется. И вот только тогда, когда он начал считать, там, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, постепенно уже получается годам в норме, так скажем, чтобы не усложнять деятельность нервной системы, да, и не мешать правильно развиваться мозгу, это годам после четырех с половиной, пяти, да, чтобы в норме, и ребенок уже будет понимать, где есть какое число и какое количество оно обозначает. Угу. Вот я не зря сказала, да, вначале о том, что вот конец первой четверти, родители уже начали понимать, готов к школе их ребенок или нет. Вот есть такое понятие, я слышала, как психологическая готовность, да, к школе и физиологическая, да, вот что это такое, в чем разница, и вот как понять, что вот ребенок-то не готов все-таки? Ну, психологическая готовность, это вот, например, включает зрелость нервной системы, да, зрелость эмоционально-волевой сферы и, ну, мотивационная сфера, то есть ребенку должно нравиться в школе, да, он должен хотеть учиться, да, должно быть такое желание, да, а не воспринимать школу, например, как вот где место, где нужно там играть, да, и так далее, то есть у него должно появиться вот это желание, умение учиться. А физиологическая готовность, это когда ребенок, ну, развивается в соответствии с возрастом, рост, вес, например, да, определенный, мышечный тонус нормально сформирован. И, ну, вот также оптимальное развитие мозговых структур, да, то есть в первую очередь с неба взятая цифра 7, почему ребенок 7 лет идет в школу, да? Почему? Почему? Потому что к этому моменту лобная структура достигает такого развития, чтобы ребенок мог контролировать свое поведение, ну, в рамках, так скажем, нормы, да, в рамках социальных правил. И поэтому у многих детей, у которых, ну, вот немножко предвосхищая, да, те или иные задержки происходят, вроде бы как по паспорту 7 лет, но на психологическом уровне и на уровне физиологии они могут отставать. Тогда таким ребятишкам, конечно, не могут встречаться и будут встречать трудности в процессе обучения. И уже в процессе адаптации. Ну, вот, а все-таки как родителям понять, что ребенок их не готов в школе? Вот первые два месяца учебного года начались, они уже закончились. Вот какие выводы может сделать ребенок, на что он, родитель, на что он должен обратить внимание? Ну, во-первых, когда в школу идет, да, получается, там в классе у нас около 40 детей, да, и ребенок, первоклассник, тот ребенок, который уже готов, созрел, да, к учебе, он, во-первых, с охотой идет в школу, во-вторых, там сидит, например, в течение 40 минут, да. То есть это плюс, еще один плюс, вот сидит, да. Слушает учителя, умеет ориентироваться в вопросах учителя, да, ну, всего, а также есть еще у нас понятие осведомленность, да, например, когда ребенок может рассказать о себе, о своих родителях, чем они занимаются, да, ориентируются в днях недели, во времени, да, там, возрасте в своем, да, вот эта осведомленность тоже должна быть, должен быть в соответствии с возрастом развитых. Ну, и еще очень хороший такой маркер, значок, когда ребенок хочет узнать что-то новое, да, вот он не отстает от родителей, задает кучу вопросов, что да, когда, почему, зачем, для чего. То есть есть вот прям любопытство хорошее, познавательный интерес, это очень хороший признак, потому что, ну, скажем так, у нынешних детей, возможно, уже даже встречается, что они ничего не хотят, например, да, да, уже в начальной школе. И они легко достают, конечно, информацию из соцсетей, да, из просторов интернета, но, тем не менее, в норме должно быть вот это любопытство, стремление узнать новое. А есть ли этого вот любопытства, желания познать нету, и опять же, вот он не может сидеть 45 минут, да, слушать внимательно учитель, хочет играть, вот в этом случае, что можно сделать родителю, как помочь своему ребенку? Ну, возможно, может быть, ну, я не говорю обратно в первый класс, да, то может быть, там, допустим, подготовительную, подготовительную вот класс, да, какой-то отдавать ребенка. А вот сейчас уже два месяца прошло, да, и уже родители замечают, что вот такие вот трудности у ребенка есть. В этом случае что делать? В этом случае, конечно, не увидя ни ребенка, не поговорив ни с родителем, ничего, рекомендации конкретно по поводу конкретного ребенка, ничего не можем сказать, да. Поэтому, если наблюдаются подобные трудности, да, ребенок не сидит, ребенок бегает, ребенок мешает другим учащимся, и за это получает много замечаний, например, да, ленится делать домашние задания, ну, вот какой-то он неорганизованный, и прочее, 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 и учителям уже в первой, точнее, родителям в первой четверти уже тяжело, да, лучше подойти с ребенком на диагностику, посмотреть, что, причем, ну, причину выяснить лучше. К психологу, то есть обратиться. К психологу, да. Вначале к школьному. Можно к школьному. Можно к школьному психологу. Да, можно к школьному психологу обратиться, да, действительно. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, наш телефон студии прежний, 32 0066-321166, то есть также у нас работает WhatsApp-номер, вы можете смело задавать вопросы по нему, 8-964-428-8818. Юлия Аграфевна, скажите, пожалуйста, а в каком возрасте начинает развиваться творчество у ребенка? И вообще, зачем ребенку нужно быть творческим? Архиважное качество быть творческим, да, оно не сказать, что вот прям с трех лет в период творчества, да, нет, это все идет по плану, природой заложенная, да, и в первые годы оно начинает развиваться уже, ну, активно, ярко, начинает проявляться с 4-х к 5-ти лет, когда начинает формироваться сюжетно-ролевая игра, когда ребенок начинает придумывать игру, играть в него, да, вот в то же самое школу, в больницу, в дочке матери, не знаю, если у мальчика там конструирование, там города он строит, выстраивает, придумывает, за этим стоит очень хорошее развитие воображения. А тогда, когда воображение, ну, если очень проще говоря, это у нас будет хорошее полноценное развитие правого полушария. Чем лучше, насыщеннее и богаче оно развито, тем больше отхватит и левое полушарие, то есть, собственно, как бы логическая часть мышления, да, и поэтому на хорошее воображение базируется хорошее мышление, поэтому очень важно, чтобы ребенок придумывал, чтобы ребенок придумывал не только игру, но придумывал герои, сюжеты, рисовал, лепил, краил, да, и это будет очень хорошим фундаментом для развития полноценного мышления и речи. А можно ли сделать уже в этом возрасте, вот вы сказали, в 4 года примерно, да, когда начинается развиваться воображение, кем мой ребенок станет в будущем? Если вот вы сказали, он конструирует, значит, он будущий конструктор, а если вот он рисует, то художник. Как-то вот так однозначно можно уже сделать такие выводы или рано? Ну, нет, конечно, рано. Но тенденция, допустим, интерес, да, если есть у ребенка, да, то в дальнейшем можно вот этот интерес поддерживать. Например, если ребенок хорошо, ему нравится рисовать, то можно потом в дальнейшем поддерживать вот эти художественные навыки. Например, и там было бы полезно понаблюдать, во что ребенок играет, да. Вот, допустим, если я в детстве играла больше, ну, не с 4 лет, конечно, да, больше, постарше, 5-6-7, если я там играла в школу, да, там это все равно в любом случае взаимодействие, да. То есть можно предположить, что в будущем человек будет работать в той сфере, где есть много взаимодействия. Либо ребенок предпочитает сидеть один, колупаться там, играть, рисовать, сам себе создавать. Возможно, это будет такой, да, профессия такая, где нет, ну, не то чтобы нет, но минимизированы контакты социальные, так скажем, да. Интересно. А какие этапы развития ребенка важно пройти успешно, чтобы во взрослой жизни быть здоровым и социально адаптированным человеком? Такой вот вопрос. Все, ничего не упускать. Да, все этапы развития. Да. А какие этапы вот наиболее важные? Или они все важны? Давайте перечислим вообще для наших вот телезрителей, радиослушателей, какие вот этапы, о чем мы говорим? Ну, до года, допустим, да, если брать ребенка, то он должен пройти все вот этапы развития, там, ползать вовремя, да, и ползать, допустим, по-пластунски, потом на четвереньках, да, потом вставать, и далее уже первые шажочки пошли, да. Речь тоже должна быть начинаться от гуления, подражания звукам определенным, да, подражания звукам животных, бытовых каких-то вот этих предметов. Что ж, мы продолжим говорить о развитии наших детей через несколько мгновений. Сейчас уходим на короткую рекламу, не переключайтесь. Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем беседовать о том, с какими трудностями могут столкнуться дети и их родители в первый год обучения в школе. В нашей студии психологи Юлия Цыпандина и я, графена Кондакова. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте свои вопросы нашим гостям-психологам. Телефон в студии 320066-321166. Также вы можете задавать вопросы по WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Юлия Аграфена, скажите, может ли на трудности в школе повлиять задержка речевого развития? Вообще, что это такое и каковы симптомы от задержки речевого развития? Ну, может, конечно, повлиять очень даже серьёзно, потому что речь это у нас есть мышление, получается. Мы думаем речью, да. Симптомы, ну, первое, если, допустим, ребёнок не повторяет вот звуки, да, в первый период развития. Также ещё, если у него не сформировалась фразовая речь в определённый возраст, ну, в 2 года примерно, да, к 3 годам он уже должен полноценно говорить, чтобы речь у него была понятна не только маме, папе, да, но также и другим людям. А фразовая речь, это сколько слов? Какие примерно это фразы? Фразовая речь, если мы берём как маркет, да, вот как галочка 2 года, это простые слова, да, вот, хочу пить, да, гулять хочу. Ну, вот что-то вот в основном… Да, дик. Конкретно очень часто преимущественно это про действие, да, что-то упало, подай, хочу, есть хочу, гулять хочу, повторяюсь. И тем не менее, в этом возрасте, вот, как норма должна быть так, чтобы вот годам 4-4,5 родители уже должны перестать считать, сколько слов ребёнок говорит, да, он говорит и говорит. Одно дело ещё, ещё в этом возрасте разрешается немножко путать слоги, да, упускать какие-то моменты. Очень часто бывает так, что вот трёхсложные слова, слова, состоящие из трёх слогов, ребёнок пропускает один, да, молоко превращается в мако, например, машины превращаются в шину, например, да, то есть, и нарушается грамматика речи. Не то чтобы не нарушается, она в моменте становления, поэтому предложения могут быть немножко несуразными, отсутствовать союзы, да, это годиком к трём. Вот, поэтому... Это считается нормой. Это считается нормой, да, но наша нынешняя практика показывает, и по обращениям родителей мы понимаем, что очень многих детей речь запускается после трёх, да, после трёх. И вот тут нужно понимать, что ни один этап становления речи не будет упущен. И тогда, когда в норме ребёнок три-три с половиной года должен выговаривать сотнями слов, это не будет так, что ребёнок в три года заговорил и будет на таком же качественном уровне говорить 300 слов. Да, он будет на уровне двухгодовасика, так скажем, да, ребёнка, только становление речи. И, конечно, вот это отставание к моменту появления школы, понимаете, да, развитие речи, оно будет соответствовать нам, скажем, возрасту, ну, в зависимости от задержки, будет соответствовать 5,5-6 годам, да, и тогда, конечно, ребёнку будет сложно понимать и успевать за речью учителя. Вот вы сказали, что практика показывает, речь появляется у ребёнка после трёх лет, вот с чем это связано, как вы думаете? Ну, там множество факторов, может быть, да, там одним из факторов, например, как проходила беременность у женщины, да, у мамочки, если была там анемия, либо там осложнённая какая-то беременность, она, конечно же, будет давать о себе знать, да, вот при развитии ребёнка. Потом, как проходил этап развития до года ребёнок, прошёл ли этап, все этапы, вот, например, до этого я перечисляла, ползал ребёнок, да, сидел, да, как сидел, как начал ходить, да, вот эти все этапы сенсомоторного развития, они тоже будут влиять на развитие речи. Ну, а также ещё момент такой, да, что родители, допустим, они своего ребёнка понимают, и как бы этого достаточно, да, и ребёнок научается так разговаривать, там, допустим, тоже жестами даже могут разговаривать, да. Ему это достаточно, ему понимают? Да, и все понимают, например, вот был такой пример, мальчик говорил, мэ-хэ-вэ, это значит, ему нужно хлеб с маслом и с вареньем, и все понимали. А если же он говорит мэ-хэ, значит, хлеб с маслом только. И ребёнку было, ну, больше трёх, допустим, где-то три с половиной, по-моему, года. Ну, вот тут очень важно тоже учитывать тот момент, что дети на самом-то деле не ленятся, говорят, да, но они могут сокращать, либо поздно запускаться за счёт своей некой такой физиологической незрелости. У них всегда есть биологические причины это не делать, да, поэтому нет такого расчёта, что вот, да, действительно понимают, но нервная система вместе с мозгом почему-то как бы, ну, нас понимает, и мы не будем напрягаться, да, потому что мы немножко работаем на режиме энергосбережения. Поэтому мы в это вкладываться не будем. Поэтому нередки случаи тогда, когда ребёнок идёт в детский сад, стресс, да, он говорит на своём, его не понимают, он начинает злиться, там, кричать, плакать, и через какое-то время, буквально месяца два-три-четыре, этот стресс ему даёт толчок, да, и мозг начинает понимать, что, если я не скажу, не поймут, да. То есть как бы мотивации служит. Да, 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 и тогда психика достаёт ресурсы, потому что это как бы высчитывается, считается как ситуация как бы жизненно важная, да, и для того, чтобы мне выжить вот в джунглях детского сада нужно говорить. А вот у такого ребёнка какие могут трудности быть в школе, вот как вы считаете? У которого задержка реча в развитии. Да, вот, у этого ребёнка, который говорит, мы, х, в, вот. Ну, если в дальнейшем речь у него там не развернётся, да, то, соответственно, как бы будет страдать у нас мышление, мыслительный процесс. Да, да, и, конечно, это будет сказываться на чтении, на письме и на понимании прочитанного. Да, вот, понимать задачку, что, откуда, удерживать это всё, да, поэтому, как мы ранее говорили, что мы мыслим словами и рассуждаем словами, да, за словом стоит картинка-образ, и я должен задачку эту представить, текст этот понять, да, его как мультип в голове увидеть, так скажем, и от этого вычленять и главную мысль и прочее. Поэтому, а это уже, да, более сложные уровни мыслительного процесса, да, и, конечно, который непосредственно сказывается на успеваемости. Ещё вот одно хотела заметить, да, то, что, ну, сказать про то, что сейчас вот идёт, дети к нам, допустим, приходят, какая-то часть речи у них оформилась на якутском языке. Какая-то другая часть речи, они говорят по-русски, например, счёт у них по-русски, налево-направо по-русски, а бытовая речь, например, якутская, а полноценная вот эта речи, да, фразовая, да, она у них полностью не оформлена, да, поэтому... А, кстати, это мешает или нет развитию ребёнка? Мешает, конечно. А некоторые говорят, билингвы наоборот лучше развиваются. Ну, если же придерживаться, вот, например, теории билингвизма, да, то тут, допустим, есть определённые такие вот условия, да, если мы хотим, чтобы ребёнок, ребёнок обучался на двух языках параллельно, то давайте все дома мы говорим по-якутски, например, да, вот ни одного слова по-русски не смешиваем. Идёт детский сад, и никто с ним по-якутски не разговаривает, там только чисто русская языковая среда. Да, если вот эти все условия соблюдаются, то, конечно, ребёнок может освоить, да, но если мы уже видим, что ребёнок к трём годам затрудняется и так, и так оформить, ну, затрудняется разговаривать, да, то, соответственно, как бы нервная система это тоже не вытягивает. Здесь тоже вот вопрос встаёт, а стоит ли смешивать? А в этом случае тогда что делать? Тут ещё важный комментарий, да, вот действительно по поводу билингов, да, в общем, второй язык должен появиться тогда, когда освоен и запущен основной язык, первый, да, первый. И во-вторых, тогда, когда у нас физиологически, допустим, да, ну, произошла родовая травма, например, беременность была тяжёлая, но мы понимаем, что как-то ребёнок отстаёт, очень важно речь мотивировать живым общением, никакой суррогат в виде просмотров гаджетов, телевизора, хоть там и оттуда ребёнок слышит родную речь, она не стимулирует, да, поэтому, потому что, как бы, телевизор с ним не общается, он просто голосит, он фоном просто звучит, да, а речь и мотивация к говорению формируются только при живом общении, тогда, естественно, главная рекомендация родителям — общаться со своими детьми. А вот это освоение первого языка основного, примерно это, о каком возрасте мы говорим? Пять лет? Шесть? Четыре? Освоение основного языка? Да, с рождением. С рождением. Ну, к трём, в норме? Я имею в виду второй язык, вот когда можно уже запускать. В норме? Три, после трёх. То есть до трёх мы разговариваем с ним, скажем, на якутском языке, или он осваивает якутский язык? Да, он полностью должен быть освоен практически. Фразовые вот вещи, да? Да, 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 ну, к этому возрасту как раз ребёнок идёт, так-то, в детский сад, да, вторая младшая группа, после трёх лет он идёт в детский сад и попадает чаще, он уже в русскоязычную группу, да, но сейчас якутские группы растут в количестве, но, тем не менее, преимущественно всё равно русских групп больше. И тут появляется второй язык. Просто мы хотели вот сказать о том, да, больше, ну, преимущественно о том, что когда у ребёнка не запущена первая речь, да, то есть не стоит смешивать его и второй речью. Угу. Очень интересно. Спасибо вам за этот ответ. У нас в студии есть звонок, телефон. Добрый день, мы вас слушаем. Хангалатский Улус, Валерий Иванович. Очень приятно. Говорите, задавайте вопросы. Я вот хотел девчонкам, психологам вопрос задать такой. И вчера у вас передача была хорошая, вот со Светланой тут передача шла. Спасибо. Я вот что хочу сказать-то, вот вроде психологи у нас есть как бы, и как бы нет. В детсадике говорят, они есть психологи, в школе есть психологи. А почему их работы не видно-то вот? Дети-то, когда вырастут, вот восьмой, девятый, десятый класс, совсем о психологах не думают, никто никогда не обращается, ни родители, ни дети. Им встретиться со психологом всё равно как с Господом Богом или с прокурором встретиться. Вот такое общение. Почему вот так? Вы в детстве говорите, садики есть. А почему садика это, не продолжается вот эта лестница, да, с садика, в школу, до конца учебного года? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Отношение, да, к психологам и вообще. Спасибо. Да, ну вот отчасти ответили на свой же вопрос, потому что как по своему опыту работаю и в детском саду, и в школах, например, родители боятся обращаться на самом-то деле, да? Родители боятся обращаться тогда, когда педагог, например, в детском саду, воспитая педагога, психолог, да, обхаживая группы, наблюдая за детьми, он может вычленить тех детей, с кем он будет заниматься, да? Да. Но основное воспитание, конечно, это несет ответственность семья. И очень часто на своем опыте тоже, когда я вызываю, например, родителей на беседу, они очень много отрицают, они говорят, все, у нас ребенок нормальный, все у нас хорошо, да? И поэтому вот тут действительно, может быть, и не видно отчасти, да? А отчасти это также зависит от того, что как бы ответственность родителей тоже есть, они тоже как бы неохотно идут. Но, тем не менее, сейчас практика становится лучше, люди начали понимать, что психолог занимается психическими здоровыми людьми, да? То есть это не пойти как к психиатру. Огромное спасибо вам за этот ответ. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студии, задавайте вопросы нашим гостям-психологам. Сейчас небольшая рекламная пауза, не переключайтесь, мы вернемся к вам. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. Сегодня у нас в студии психологи Юлия Цыпандина и Аграфина Кондакова. Мы продолжаем говорить о психологическом развитии детей. Телефон в студии у нас прежний, 32 00 66 32 11 66. И мы принимаем ваши вопросы по WhatsApp номеру 8 964 428 88 18. Девушки, я знаю, что вы не просто психологи, вы нейропсихологи. Вот скажите, пожалуйста, что это такое, в чем заключается ваша работа? Ну, специализацию по нейропсихологии получают психологи, которые, например, окончили, получили до этого специализацию по клинической психологии. То есть нейропсихология – это отрасль клинической психологии. А как понять, что нужно обращаться именно к нейропсихологу? Ну, вот тут предметом, нужно сказать, что предметом нашего изучения является мозговая организация психических процессов. И то есть, если очень проще говоря, то мы изучаем, да, вот какой частью мозга ребенок познает, видит, слышит, ощущает. И за счет этого, как он думает, где у нас живет речь, где у нас живет движение. И все эти моменты мы локально на уровне формирования и структур головных мозгов изучаем, например. А обращаются к нам, например, тогда, когда есть серьезное расстройство, вот ребенок очень невнимательный, например. Либо задержка речевого развития тоже обращаются. И тогда, когда вроде бы как начал говорить, а Даша не развивается. Вот как-то становился, стоп, случился, да, не расширяется ни словарный запас, ни понимание не улучшается. Также обращаются тогда, когда появляются те или иные трудности при обучении. Сложно читать, сложно писать, сложно считать. Вот о чем мы с левыми собственно говорим, да, 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 да. Сложно адаптироваться. Да, да, вроде бы как занимаешься там вниманием, да, на уровне, вот педагогический психолог может заниматься в школе, в садах, например, с ребенком. Вроде бы как развивается, но вот дальше не идет. Либо перестанешь заниматься, он дает откат, например, да, и качественного как бы результата не получается. А с этими же проблемами же можно обратиться к психологу? Или все-таки вот тут... Специализация? Ну, с этими... Ну, простой психолог. Если он не проходил повышение квалификации именно в области клинической психологии и нейропсихологии, ну, скорее всего, будет, да, будет сложнее. Расскажите о ваших вот пациентах, кто к вам обращается. Это ребята, вот как вы сказали, да, вот проблемы вот в обучении, задержка речевого развития. Я еще слышала, что к вам приходят ребята с аутизмом. Еще вот кто? Задержка речевого развития, да, нарушение эмоционально-волевой сферы, дети с поведенческими трудностями, да, с теми же, если у них стоит диагноз с ДВГ, например. Ага, и также вот с нарушениями внимания, памяти, мышления, ну вот и с трудностями обучения в основном. Да, с кем, кому да, сложно сейчас. Да, да, кому сложно. И начинают приходить с малышами с трех лет, например, допустим, да. Но мы еще совместно с Акрофеной Петровной также ведем исследования, диагностируем людей, взрослых, перенесших инсульт, например, да. Какая часть мозга как пострадала и какие процессы психические, так скажем, да, что мышление, внимание, память, на каком этапе и на какой стадии у них находится сохран. Ну и как можно восстановить, да, вот как построить программу реабилитации. Очень интересно. Вот я не зря вот говорю о том, что вы нейропсихологи, мы и до этого затронули тему задержки речевого развития. А есть какие-нибудь особенности подготовки к школе у ребят, у которых вот задержка речевого развития, которые вот к вам обращаются? На этот вопрос вы ответите чуть позже, потому что у нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, да, мы вас слушаем. Так, моя внучка совсем не хочет говорить по-якутски. Сколько внучке лет? Она шесть лет, и на каникулы тоже приходит в деревню, и в садике русскоязычной группе ходила. Когда с ней по-якутски говоришь, тогда она не понимает, как бы не отвечает, молчит, поэтому придется переводить. А дома говорят по-якутски все. Ну вот старшие братья тоже по-якутски говорят. Ну вот как быть? Спасибо вам за звонок. Спасибо. Как быть в этой ситуации? Надо ли обращаться с этой проблемой к психологу? Как вы думаете? Ну, на самом-то деле, здесь же, может быть, вообще, вот тоже поднимали же вопрос, как полноценно ли речь развита у девочки? Может быть, да, может быть, тоже есть какие-то сложности, трудности речевого именно в развитии, которые могут повлиять, например, на мыслительные, да, тоже процессы, может быть. Может быть, там, допустим, как строится вообще формат общения в семье? Они говорят на якутском. Ну, насколько они полноценно хорошо говорят на якутском. Это может быть беседа на уровне «принеси», «унеси», «делай уроки». Ну вот буквально пара фраз. Поговорили с ребенком, и все. Нет такого свободного рассудительной беседы, например, да. Но и с другой стороны, вот тут нюанс, раз мозг девочки, так скажем, да, не нервная система, выхватили русский язык, скорее всего, она его слышала чаще больше, русский язык, да. И, во-вторых, возможно, есть некая такая физиологическая предрасположенность, как слабость нервной системы, и она идет тем путем, который для него оптимальный, да. И поэтому чисто артикуляционно русский язык, он легче, чем якутский, да, с его звуками «г», «г» — это сложно. Допустим, даже если вот брать пример своего ребенка, который чисто на якутском заговорил, потом перешел на русский, да, и эти звуки стираются, да, звуки эти стираются, они пропадают очень быстро достаточно, да, и возврат, он возможен, но тут есть свои особенности, да, которые свойственны только своему ребенку. Поэтому, если ребенок не хочет говорить, если ему сложно, да, тем более уже ребенок 6 лет, 6 лет, да, 6 лет, достаточно уже большая, и чтобы не чувствовать дискомфортно, она, конечно, уже она большая, она понимает многое, да, тут есть моменты психологические, чтобы ей было некомфортно, она может и не захотеть говорить, да, поэтому если тем более вдруг она была попыткой, и начали взрослые смеяться, ой, как ты забавно говоришь на якутском, всё, там, простыдили, ушли, и она не будет говорить, так что тут нюансы. То есть в этом случае заставлять не нужно? Нет, нет, заставлять не нужно. Потом же ещё тот тоже момент, вот общение семьи, если вот чисто на бытовом, там, сказки читаются, или на якутском языке, да, вот как идёт, там, допустим, обсуждение каких-то моментов, да, и так далее. И тем более, да, был момент, когда вот задают вопрос, она не отвечает, значит, на понимание на якутском языке у девочки несколько, либо его нет, либо оно очень низкое, ограниченное, да, а понимание, оно первичнее до говорения. Сначала нужно понимать, потом уже появляется, уже как... То есть получается время упущено? Можно так сказать. Ну, можно так сказать, да. Ну, а как всё-таки? Ну, он может, да, она может выучить, конечно. Да, ну, тут, если хотите, чтобы она заговорила, нужно специально, целенаправленно создавать среду, не только бытовую. Читать сказки, обсуждать. Да, обсуждать, возможно, может быть, там, не знаю, дополнительные уроки, да, по якутскому языку. И главное, должно ребёнку же нравиться. Может быть, тут момент же был, да, про то, что психологически, если она там начала говорить, кто-то ей смеялся, да, ну, всё, уже после этого ребёнок, человек закрывается. То есть форма должна быть ещё важна. В какой форме это всё проводится? Не просто вот сел, сядь и давай сейчас будем учить якутский язык. А, как-то так вот. Как-то интересно даже. Ну, либо ещё можно подчеркнуть, да, такой момент. Например, бабушка может говорить по-якутски, а она фоном ребёнок ходит и слышит. И, в принципе, то, что она слышит, да, она всё равно откладывается в речь. Ну, например, там, ары, там, масло, ну, вот переводами, да, можно вот так. Хлеб, там, келье. То есть бабушка должна тут же переводить? Может, может и такой формат работать. Может переводить, да. И либо, вот, допустим, если брать летние каникулы, например, если ребёнок приходит на длительное время, я бы рекомендовала даже, наоборот, не переводить. И когда ребёнок знает, что всё равно переводит, она дождётся того момента, да, переведут. Да, так зачем напрягаться? Всё равно переведут, да. Поэтому, если мы говорим на якутском, значит, мы говорим... Если она даже не понимает, мы всё равно продолжаем говорить на якутском. Нет, со мной так не получилось. Всё моё окружение начало говорить на русском языке. Да, да, большинство. Вот у нас своих бабушки, дедушки тоже, они проще переходят на русский, нежели на якутский. Да, да, да. Мы их тоже с этим послом отправляем. Говорите с ними по-якутски. Нет, там вся деревня говорит на русском. Я надеюсь, что наша женщина, которая сейчас позвонила, довольна этим ответом. Давайте вернёмся к тому, о чём я вам говорила до этого. Есть ли какие-нибудь особенности подготовки к школе для детей, у которых наблюдается задержка речевого развития? Как-то по-особенному нужно их готовить? Длительно ли это? Ну, нужно тоже знать, да, вот, допустим, задержка речевого развития, она тоже бывает разной, да. Возможно, у ребёнка там моторная лалия, да, может быть, сенсорная лалия, либо там сенсомоторная лалия, да. Там же ещё разделяется по уровням, да, нарушения речи. То есть это решить должен нейропсихолог как раз-таки, да? Не обязательно, не только нейропсихолог. Здесь должны ещё подключаться у нас логопеды. Дефектологи, логопеды, да. И чем, так скажем проще, сильнее задержка, чем раньше начинаем мы готовить. Не столько бы готовить ребёнка в школе, а сколько создавать среду для развития ребёнка, да, чтобы наверстать. Потому что есть понятие сензитивного периода, то есть чувственного периода. Чем меньше ребёнок, тем быстрее нервная система мозг осваивает, чем быстрее они компенсируют. Чем больше ребёнок, тем шаг, вот эта скорость начинает замедляться. Всё понятно. Так, у нас есть несколько ватсап вопросов. Времени не так много осталось. Дочка не хочет ходить в школу. Как с ней договориться? Несколько секунд буквально на ответ. Ну, надо понять, почему она не хочет. Причину. Да, причину. Потому что, в принципе, тут гадать сложно. Гадать сложно. Возможно, там вот школы пригрозили, не зная, что это сложно, чтобы добиться того, то надо всегда учиться на четвёрке, на пятёрке. То есть, нужно узнать причину. Да. Огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Было очень интересно. Я думаю, что полезно. Я думаю, что не в последний раз встречаемся в этой студии. Всего доброго. Я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok